Сейчас я на терке натираю наши кабачки, складываю в чашечку. Здесь я уже порезала лук, нажимаю лимонного сока. Сначала мы на терке натерли кабачки, можно мелко порезать. Потом я кладу соли, выжимаю немножко здесь лимончика, так вот обливаю это все, перемешиваю. Можете делать это по частям и смотреть, пробовать сколько соли в вашем фарше. Вот, перемешиваю, даю постоять, вот у меня уже постояло. И вот смотрите, вот тут вот идет сок, вот такой вот сок. Сок нам не нужен. В нашем омлете фритата это очень важно, очень важно, чтобы было меньше сока. Более, значит, должен быть фарш более сухой. Поэтому я беру сейчас другую тарелку. Так, вот другая тарелка. Беру просто руками. Вот наши кабачки отжимаю. И вот так складываю. Потому что, когда мы будем тушить, чтобы весь, как бы, этот сок вышел, очень много надо времени и теряет вкус. Вот так кабачки остаются. Если мало соли, он уйдет в сок, можно еще подсолить. Вот так вот мы все отжимаем. Так мы делаем не только с кабачками, но и с другими овощами. Смотря какое блюдо. На любой сковородке или вот такая вот у меня, ну, типа жаровни, которая, значит, покрыта вот такая вот защитная, на ней есть оболочка. Ну, в общем, на вашей любимой сковородке я разогреваю. Это у меня оливковое масло. И выкладываю мой лучок порезанный. Можно еще меньше было сделать, но вот он такой вот у меня. Нравится нам вкус лука. Это лук необычный, не белый, не золотистый, а он специально такой розовый, называется у него название такое интересное, тоже специальное. Сладкий лук. Его, когда вы режете, не плачете. Вот. Он вот у нас вот весной начинается, начал лета, но он не хранится, поэтому зимой у нас его нет, девочки. Мы только вот летом с ним работаем, как говорится, кушаем. Вот. Вот я сейчас пассирую на небольшом огне. Вот смотрите, огонь небольшой, такой средний. Вот. Пассирую лучок. Когда он будет готов, золотистого цвета, тогда я выкладываю сюда наш, значит, можно сказать, фарш из кабачков. Что еще можно в кабачки положить? Вы можете положить перчик, можете положить еще какие-то специи, которые вам нравятся. Лук прям свежий, с огорода, считайте, вчера сорвали, поэтому я думаю, что мы его сделаем так, живенько немножко. Не буду я его пережаривать. А так вот живенько сделаем. Смотрите, лучок у нас такой подрумянился, золотистый стал. Достаточно. Я его не буду слишком жарить. Теперь я добавляю еще масло. Потому что жарила я на небольшом количестве масла. Вот масса у нас такое живое, оно натуральное. Не для жарки, а вообще такой верджины, скажем. Еще чуть-чуть отжимаю, вот мой фарш. Я туда добавила перчика и орегана. Ореган, я не знаю, как называется по-русски, уже забыла. Вы можете добавить любые специи, какие хотите. Укропчик, там, петрушечку порезать. Вот. Ну, потом можно даже в конце это сделать, конечно, свежие. Специи лучше не добавлять. Так, и вот, все вот это перемешиваем. Потом закрываю крышкой. И на медленном-медленном огне все тушу. Здесь никакой жидкости не должно быть. То есть вот такой сухой фарш. Поэтому за ним нужно смотреть, следить, открывать крышку и постепенно вот так вот все перемешивать. Так, убавляю огонь. Прямо до минимального убавила. Сейчас накрываю крышкой, потому что жидкость еще будет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем кучинарить, как мы тут шутим, потому что кучина по итальянской кухне. Итак, мы продолжаем готовить итальянские блюда. В этот раз я вам покажу, как делать фритата. Что такое фритата? Это, в принципе, омлет, который не стоит просто из яйца и каких-то ингредиентов. А основная масса фарша – это овощи. Поэтому первая часть мы отсняли, мы вам покажем. Чуть-чуть мы где-то фотографии, но все просто. Я нарезала лук, поджарила его. Даже, можно сказать, пассеровала, потому что не обжаривала прям до румяной корочки. И натерла на терке наши кабачки. Вот они у меня тут получились. И тоже вместе с луком немного масла я добавила оливкового. Я протушила, потом оставила под крышкой. И они вот у меня получились вот такие вот. В принципе, густой, как фарш такой получился. Жидкости здесь нет. Все вам нюансы я вам расскажу. В предыдущем видео мы все это сделали. Итак, теперь мы закончим этот фарш. И покажу, как мы будем делать. Здесь у меня, в моей пиалушечке, 4 яйца. Примерно одно яйцо на человека. Так как 4 человека у нас в семье. Вот мы делаем 4 яйца. Что мы сюда добавляем? Соли. Кто как хочет. Я всегда молочу. И соль, и перец. Перец у меня здесь, он у меня такой смешанный. Здесь и белый, и темный, и красный. И какие-то еще ароматные травки такие интересные. Вот. Теперь я взбиваю венчика. Можно вилкой. Сейчас-то делаю вилкой. Можете использовать электроприборы. Кто как любит. Здесь не нужно нам крема никакого. Здесь мы все очень делаем просто, по-домашнему. Добавляю сыр пармиджану. Так. Понемножечку. Вот так вот. Высыпается. Ничего страшного. На эти мелочи не обращайте внимания. Поэтому я его добавляю понемножку. Ну, в общем-то, достаточно должно быть сыра. Сейчас еще вот так вот. Вот. Так. Ладно. Извините. Но вот мне больше нравится вилкой. Кому как. Кому как. Показываю разные варианты. Но вот вилкой всегда как-то более удобно. Можете добавить еще какие-то специи. Или кто-то любит. У нас в доме только я люблю специи. Поэтому мы особо все проще делаем. Вкус, как мне говорят, должен быть более, ну, такой вот чувствительный вкус. Как бы вам сказать, простой. Вот. Более проще. И тогда, ну, нравится вот так вот. Моим нравится так, домашним. Сложный вкус они не любят. Еще немножечко. Можно, в принципе, и сюда добавить. Вот так вот. Сейчас все перемешаем. Вот. То есть, кухня у нас креативная. Мы с вами говорим о креативной кухне. Поэтому здесь можно делать так, как вам хочется. Я все выливаю. Так, Сережа снимает. И все это очень просто перемешиваем. Значит, вы видите, густая у меня. Если у вас жидкая получится, то фритата будет очень много воды. Это мешать будет. Поэтому вы можете, если у вас фарш жидковатый, еще раз отжать. Но я отжимала два раза, когда кабачки были свежие. С солью отжимается хорошо. Хорошо. Вот так вот, смотрите. Вот такой вот у нас тесто. Ну, фарш получился, я так скажу, да? Овощной. Или еще как-то можно назвать это. Иногда забываешь слова правильные. Так, пряпочку не взяла. Но я вот так вот протру с бумажным полотенцем. Так, сыр убираем. Специальные такие у нас сыры есть. Значит, вот у меня есть такая необычная сковорода, которую я искала некоторое время. Не всегда не бывают продажи. Вот она вот так вот закрывается. Вот, смотрите. Здесь две ручки. Ручки съемные. Вот такие ручки. Потому что их можно мыть. И можно ставить в эту духовку. Так, как вы видели, я достаточно масла добавила. Здесь я могу не промазывать ничего. Потому что поверхность защищена. Здесь неподгораемая поверхность. Это у нас называется вот такая поверхность, как бы под камень, что ли сказать. Как бы Алла Пьетра. То есть вот такие сковородки стали делать, кастрюли с таким покрытием неподгораемым. И, в общем-то, довольно-таки хорошо. Можно на них готовить даже без масла. Все распределяю. Здесь, вот, на мой взгляд, здесь то, что надо. Много мне не нужно. Потому что, если будет сверху, у вас она может выходить. Когда будет кипеть все это, то она может выйти. Вот, до бортиков хорошо. Много, мало тоже мало. Плохо. Почему? Потому что, ну, не плохо, но будет маленькая. И она может подгореть, как бы, и перемешиваться там. Может даже вывалиться. Поэтому вот так хорошо. Я как бы угадала. Даже не измеряю ничего. Я не знаю. Все делаю я на глаз. Вот. Не взвешиваю продукты, ничего. Хотя это все есть, конечно, в книгах. Вот, смотрите. Вот так я кладу на огонь. Сначала огонь должен быть сильный. Потом меньше огня я делаю, поменьше. Когда все это поджарится, я открою, посмотрю, корочка есть. И сверху запеклось. Тогда я вот так поворачиваю сразу в сковородку. И продолжаю делать на другой стороне. Но должна хорошо масса. Я, скорее всего, сниму вам это. Теперь ставим на огонь. Видите, друзья, у меня здесь уже подрумянилось. Здесь, вы видите, фритат уже не прыгает. Она уже такая достаточно плотная. Я снова закрываю. Проверила. Первая сторона готова. И вот так быстро переворачиваю. Вот, смотрите, какая у нас румяненькая получилась. Но кто не любит румяную, можно меньше. Но для первого раза я вам советую так, потому что это точно, у вас она пропечется всё. Можно сделать в духовке. И я опять на медленном огне. Вот, посмотрите, практически его не видно. Вот такой огонёк. Я сейчас ещё минуты, буквально 3-4 построю, как только подрумяниться. Можно второй край подрумянить меньше. Вот, а можно оба одинаково. То есть, опять же говорю, креативная кухня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok